Всем доброго времени суток, вы на канале Я-Видеограф. Как вы поняли по заставке, сегодня мы поговорим о маске. Маска у нас находится в видеофильтрах. Переносим её на наш слой. Двойной щелчок в панели инструментов Information и открывается окно нашей маски. В верхней части находится у нас панель инструментов, в правой части у нас настройки по изменению нашей маски и в нижней части у нас находится небольшая тайм-линия, где мы можем отслеживать нашу маску. Первый инструмент выделения, выделение, перетаскивание нашего объекта. Второй инструмент у нас движение наших ключевых точек, добавление ключевых точек, удаление ключевых точек и изменение ориентации наших ключевых точек. Далее идёт масштабирование. То есть тут масштабирование идёт не маски, а самого слоя. Перетаскивание. далее идут три инструмента для придания формы маски то есть маску мы можем сделать квадратное если будете удерживать shift можем делать маску прямоугольной можем делать маску овальной либо круглая круглая маска получается если будете удерживать кнопку shift последний инструмент для придания формы маски это draft pass с ее помощью вы можете придавать любую форму вашей маски далее инструменты стандартные команда назад вперед вырезать копировать вставить удалить следующая кнопка у нас отслеживание нашей маски отслеживание маски вперед отслеживание на один кадр вперед отслеживание на один кадр назад и отслеживание маски назад для чего это нужно расскажу чуть позже здесь вы можете установить grid то есть сетку с помощью этой сетки вы можете рисовать какие-то фигуры в пространстве и сетка пользоваться как линейкой то есть масштабировать любые ваши действия с масками внутри этого окна далее идут два инструмента для центрирования нашего слоя и допустим если у нас масштаб измененной мы можем нажать кнопку и наш масштаб раскроется во весь наш экран можно изменять масштаб вручную то есть вы можете задавать ваш масштаб либо вписывать масштаб вручную 65 допустим и для того чтобы показать как правая панелька у нас воздействует на маску нам нужно нарисовать хотя бы одну маску давайте посмотрим на правую часть окна нашей маски и здесь у нас находятся инструменты по работе с внутренней внешней части маски а также с размытием наших краев и перемещением маски по нашему слою то все эти инструменты находятся здесь то маленькая панелька inside которая обведена черным таким прямоугольником объединяет все инструменты по работе с внутренней части маски то есть прозрачность внутренней части маски вы можете вводить численное значение либо зажав левую кнопку мыши в этом поле тянуть ее вверх и вниз внутренней части маски вы можете применять фильтр устанавливая галочку выбирая фильтр и настраивая этот фильтр через кнопку и вы можете установить прозрачность вашего фильтра то есть вы установили фильтр и воздействие вашего фильтра вы можете усиливать или ослабевать вот через этот параметр он тоже меняется у нас от 0 до 100 то есть во внешней части маски те же самые параметры для того чтобы создать винетку для нашего кадра мы ставим галочку фильтр жмем на select filter выбираем фильтр но обычно винетка означает затемненные углы то есть экспозицию наших получается углов мы слегка опускаем либо мы можем не экспозицию а контраст наших углов слегка понизить тем самым сделать их немножко темнее давайте проверим работу вот этого пункта встреч то есть прозрачность нашего фильтра то есть нет воздействия фильтра есть воздействие фильтра можно воздействовать фильтром на 50 процентов имейте это ввиду очень удобно с помощью вот именно маски регулировать насыщенность вашего лата то есть применять лат на 50 процентов об этом у меня есть отдельный урок правда там я делал это несколько другим способом вы можете установить галочку напротив color задать цвет допустим красный и задать толщину и вы получите толщину окантовки вашей маски давайте увеличим немножко толщину и обратимся вот к последнему параметру сайт обратите внимание окантовка у нас рисуется по внутренней части маски по внешней части маски и рисуется по обеим частям нашей маски окантовка нам не потребуется для придания винетки нашему кадру и мы переходим к следующему параметру софт софт у нас управляет плавностью перехода нашей маски то есть растушевка вот этой резкой границы и если мы устанавливаем галочку под софт я вам показываю небольшая растушевка неплохая растушевка 50 можно оставить но слишком явная винетка такая получается давайте сделаем 400 тогда винетка будет не сильно заметно и будет она у нас вот выглядит так довольно таки неплохая винетка получилось и как всегда я люблю замечать недостатки идиуса и в данном случае я нашел этот недостаток да после того как я отключил мои параметры то есть я не могу сделать полный сброс моей маски я не могу сделать сброс маски вернуть ей первоначальные параметры то есть нулевые параметры с отключением вот этих фильтров со значениями по умолчанию здесь этого не получается до такого параметра здесь нет поэтому придется нам перезапустить нашу маску я удаляю эту маску закидываю новое а теперь я покажу еще один довольно таки простой пример давайте скроем лицо нашей невесты для этого мы берем такую овальную маску рисуем на нашей невесте и можно сразу отречить нашу невесту звучит немножко вульгарно отречить нашу невесту трек форвард во всех кадрах получается наша маска находится на невесте а теперь самый простой способ скрыть лицо нашей невесты это сделать внутреннюю часть маски равной нулю то есть получаем вот такое черное пятно но давайте сделаем это как в криминальных фильмах установим фильтр и фильтр у нас будет мозаик и мы получили вот такой эффект отлично давайте разберем еще один пример у нас есть автомобиль автомобиль mercedes 222 серии давайте отрисуем его по маске и сделаем внешнюю часть темнее внутреннюю часть светлее так чтобы сконцентрировать внимание я перекидываю нашу маску на автомобиль то есть на этот кадр и для того чтобы рисовать маску мне нужен немножко другой масштаб я масштабировал мой слой беру инструмент draw pass и мы рисуем отрисовываем нашу машину вместе с букетом цветов в начале кадра мне рисовать маску было неудобно потому что mercedes у меня находился не полностью в кадре поэтому рисовать маску мне пришлось где-то в центральной части кадра и поэтому тречить с начала кадра у меня не получалось от этого положения тречить и вперед и назад вперед я уже сделал тречим назад ну еще раз увеличиваем размер нашего автомобиля если вы захотите внести какие-то изменения в вашу маску то есть изменить форму вашей маски вы берете нажимаете на треугольник edit shape и вы можете двигать ключи вашей маски делать отрисовку в вашей маске более точнее ну и давайте одновременно с этим я покажу add vertex это мы добавляем ключи delete vertex это мы можем удалить ключи вот и я просто жму на любом ключе он удаляется добавляю ключ и edit point я могу управлять вот этой ориентации моего ключа делать линию вокруг моего ключа прямой или делать ее скругленной с помощью вот этого последнего параметра edit shape я немножко перетяну этот ключ после того как вы отрисовали вашу маску уже целиком и полностью вы ее отрисовали и далее мы будем с вами к внутренней части маски как я уже говорил мы будем применять primary color correction делать наш слой немножко ярче есть а к внешней части маски аутсайд устанавливаем фильтр выбираем фильтр и а внешнюю часть маски мы слегка затемняем и получился вот такой явный контраст то есть его внимание у нас сейчас акцентирована именно на автомобиль после того как мы подключили ключи мы с вами начали менять форму моей маски и посмотрите на последние кадры то есть этот ключ у нас меняет меняется форма моей маски то есть так как машина у меня зафиксирована маска у меня отрисована я не хочу менять форму моей маски для этого и я отключаю просто инструмент шейп и он у меня 3 часа никак не будет теперь для параметра шейп у меня статичное значение и оно установлено вот здесь все теперь у меня ключи и форма маски не меняется и как вы можете заметить у нас здесь слишком такие явные переходы светлых и темных границ для этого мы устанавливаем софт и делаем его равном 150 посмотрим на результат ада кадр нужно еще дополнительно стабилизировать но тем не менее сегодня я показал как работать с маской это все что я хотел рассказать сегодня вам о масках более сложные уроки и детальный разбор работы нашей масс будет в следующих уроках мы будем делать с вами интересные переходы с помощью масок мы будем делать цветокоррекцию с помощью масок подписывайтесь на канал ставьте колокольчик всем хорошего настроения пока